всем привет дорогие друзья сегодня снова он гроза таксистов и тот к вам нормально сделает да именно мурад легенда любитель ездить на халяву и конечно же любитель выдавать мемные фразы на самом деле про его форму уже был один ролик на канале это видео набрало немало просмотров еще немало просмотров набрал шорт ролик да и вообще в последнее время благодаря этому формату на меня подписалось очень много новых зрителей если кто не в курсе канал у меня про фитнес здоровье и разбор трансформации формы различных популярных персон из мира и мма и единоборств а также других сфер конечно же я разбираю и многих фитнес моделей бодибилдеров и так далее так что безусловно рад всем новым и давним зрителям давайте собственно разбирать форму нашего сегодняшнего героя мне хотелось бы дополнить предыдущий ролик ведь я столкнулся с таким мнением что мол там нет никакой химии все только благодаря тренировкам и мышечной памяти но вы обратите внимание что мурац прогрессировал прямо очень быстро да еще и появились некоторые признаки химика видно собственно большие круглые плечи которые как раз таки характерны для тех кто использует балабалоиды также улучшение мы видим качество мышц да и при этом мышечной массы стало больше вдобавок мурад улучшил свои бойцовские навыки в чем химия безусловно тоже помогает да и не забывайте что на сегодняшний герой в первую очередь нацелен на увеличение своих результатов в боях а значит что и тренировки строятся не как у качков каких-то и таким способом он не может максимально вызвать гипертрофию мышц да и вдобавок с момента моего предыдущего видео гроза таксистов тоже спрогрессировал по форме и теперь на некоторых кадрах явно не тянет на натурального атлета конечно же благодаря мышечной памяти возможен быстрый прогресс но есть один важный вопрос почему тогда у других не происходит такого резкого надувания и быстрого прогресса без химии коваленко он занимался несколько лет боями и выглядел как хлюпик но стоило только немного подключить химарь и вот чудо сразу резко надулся так до этого вообще не надувался и близко тамаев он тоже трансформируется за два месяца лучше чем большинство зрителей за всю жизнь и он тоже якобы натуральный атлет вот только тренбалон ацетат не брезгует советовать другим и по любому сам активно юзает химарик в нормальных таких количествах чтобы впарить лохам красивую сказку но и в былые времена он еще впаривал программы тренировок вы должны понимать что конечно же дозы и препараты у мурада и тамаева совершенно разные да что уж тут говорит даже бухарь и медляненко приходит в форму за те же 2-3 месяца имея ввиду значительно улучшается качество тела но вот с бойцовской формой как вы знаете все совсем печально потому что химия не способна так быстро восстанавливать навыки тем более если нервная система повреждена вот жирок поджечь и добавить немного тонуса она может даже если тренировки не особо интенсивные и не проводятся сильно часто против физиологии не попрешь тот кто имеет больше уровень тестостерона тот и прогрессирует лучше в любом то случае зато химар способен на нечто другое именно быстрый прогресс который может продолжаться довольно длительное время правда мурад не особо-то тренил до своей популярности вернее говоря тренил еще много лет назад а позже была тюрьма и все эти солевые тусовки и покатушки с таксистами и вот и вернулся мурад в спорт и естественно в его случае могло сработать такое явление как мышечная память не спорю подобное имеет место быть но опять же мы возвращаемся к нашему главному вопросу почему другие не могут так и только химики так могут никто в натураху так быстро не прогрессирует тем более что у него бывает так что он по несколько дней не спит естественно мы то понимаем в чем может быть причина всего этого 2 дня вообще не спал сегодня 8 часов домой пришел искупался и подрался его и ничего не ел честно конечно можно предположить что на сегодняшний герой периодически может баловаться слями или порошками в том видео с такси явно видно что он был обдолбанный и нес полную дичь да и часто с ним случаются и другие происшествия что также не редкость для солевых которые любят попадать в различные нелепые ситуации просто мурад смешной запоминающийся персонаж поэтому и стал таким популярным сколько в мире других любителей солей которые никогда не достигнут подобного но если честно я думаю что он употребляет нерегулярно ведь медиапространстве уже с полтора года присутствует и для таких веществ это немалый срок и личность очень сильно изменяется и деградирует он бы выглядел сейчас совсем по-другому сравните например с тем же алкашом емельяненко и что с ним стало за последние полтора года но все же у мурада периодически случаются вещи в его жизни которые не добавляют спортивном результате наоборот отбирают его за питанием мурад не очень сильно то следит что тоже должно было бы сказаться на результате но нет он еще больше раздулся и даже не с идеальным режимом питанием улучшает форму было бы интересно посмотреть на его нынешние силовые показатели там был у тамаева ролик но он старый сейчас я уверен он намного больше поднимает в различных упражнениях вот еще вам кадры для сравнения прогресс реально очень быстрый что как раз таки характерно для химиков в его случае скорее всего что-то легкое тест в небольших дозировках либо меташка либо турик у многих кавказских бойцов вполне в порядке вещей химичить среди некоторых из них это вообще все за химию не считается а так лишь легонькие витаминки которые тренер прописал посмотрите например на бойцов клуба фанатов чая ахмат и еще вспомните как тот же емельяненко выглядел когда тренил там других примеров тоже немало мага исмаилов например открыто признался что он использует химию а сколько тех кто не признались их просто тьма но вы должны понимать что на сегодняшний герой зарабатывает на этих боях большие деньги есть явный мотив химичить и допинг контроля в поп-мма нет принимай себе спокойно химар выступай и зарабатывай бабу лес это в ufc и других промоушенах надо рисковать правильно подводиться искать варианты чтобы обойти контроль а тут этого всего нет можно без проблем химичить и никто тебе за это ничего в промоушене не скажет а вот в обществе найдется немало тех кто будет осуждать подобных бойцов и бодибилдеров актеров и других лиц которые часто принимают химию и в тихую это делают и не говорят а говорят что в натурашечку тренет среди обычных людей мало кто шарит за препараты они увидят красивую интересную картинку на экране и поведутся на все это но на этом канале я показываю вам обратную сторону спорта я не являюсь противником химии считаю что это личный выбор каждого но также считаю что нужно говорить правду чтобы люди адекватно оценивали свои силы и могли тренироваться грамотно и не травмироваться при этом на этом канале я также даю полезные советы для тренировок и для здоровья конечно же с конкретными примерами в виде разбора известных персонажей спасибо всем за просмотр и за высокую активность последнее время канал активно развивается и это круто нужно набрать соточку концу года думаю с вашей помощью все выйдет до новых встреч увидимся есть смена с больше 8 и и и अ а